Каждому человеку, наверное, в преддверии Нового года, хотелось бы получить какие-то рекомендации от гастроэнтеролога, как сохранить свое здоровье, здоровье желудочно-кишечного тракта и не попасть ко мне на прием. В первую очередь, хотелось бы затронуть ритм питания на новогодние праздники. Это регулярное питание, часто. Не надо так, что мы утречком 31-го проснулись, чуть-чуть позавтракали, экономим силы для вечера, чтобы там хорошенечко, плотненько покушать. И у нас места хватило на все салатики. Нет, так мы делать не будем, потому что это ведет к нарушению моторики желчеводящих путей. Если, опять же, вы много-много будете наедаться, это 1-2 января, будем все это кушать и наедаться, да, большое количество еды за раз будет нарушать нижний пищеводный сфинктер, он будет расслабляться. Это может приводить к изжогам, к забросу желудочного содержимого в пищевод. Также много еды может приводить к запорам, да, то есть если вы много едите, это редко, через большие промежутки времени, еда, большой пищевой комок, он не будет неравномерно распределяться по кишечнику, и это будет вести к запорам. Какие же нам нужно применять меры для того, чтобы избежать подобных нежелательных реакций? Выбираем простые блюда, да, для Нового года, например, там рыбу, можно ее запечь, можно запечь тоже мясо. Плюс ко всему мы должны поддерживать нормальную регуляцию моторики, в этом тоже нам поможет вода. Нельзя пить сладкую газированную воду типа черноголовки или другой газировки, потому что и так на праздники будет большая нагрузка для поджелудочной железы, мы этим еще ее усугубим. Особенно не нужно вино или какой-то крепкий алкоголь, не дай бог, запивать еще стаканом вкусной газировочки, типа спрайта. Алкоголь не нужно сочетать с сладкими видами того же торта, например, или винограда. Вино с виноградом не надо кушать. Не смешивайте алкогольную продукцию разных групп, то есть, например, это будет текила и шампанское. Смесь действительно убивающая на следующее утро. И самое главное, Новый год это праздник, это веселье, это движение, чтобы не было переедания, не было вот этого чувства тяжести и невозможности выйти из новогоднего стола, да, то есть не перекладывайтесь на кровать, на диван, больше двигайтесь, танцуйте, веселитесь и периодически там кушайте, потом опять веселитесь, погуляйте, веселитесь, покушайте. То есть не нужно обязательно вот только сидеть, кушать, 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 а потом ложиться на диван и смотреть новогодние уральские пельмени. А на столе на новогоднем жирная еда. То есть телевизор это не украшение нашего стола. А детям надо спать ложиться. Нет, на самом деле дети дошкольного возраста Новый год встречать с родителем должны до 9-10 вечера, дальше им лучше спать, потому что это все не для детей. Дети школьного возраста, начиная с 7 лет, 6-7 лет, в принципе, допустимо встречать Новый год вместе с родителями. У детей должен быть отдельный стол, отдельный новогодний стол, где их разрешенная продукция, их разрешенные салаты, разрешенная еда. Мы же не будем там давать копченую колбасу. Кстати, копчености хорошо заменить, например, на постные какие-то варианты мяса. Например, куриный домашний рулет можно порезать, либо это буженина. То есть кому нельзя острое, те обрезают верхний слой буженины. Дарья Вадимовна, смотрите, на Новый год многие, да, ну стол обычно разнообразный. Там разные салаты, разные блюда, там первое, второе, третье. Там первое есть? Первый раз такое слышу. Холодец, кстати, отличная штука. Можно ли это смешивать всё, или как-то нужно порционно принимать? Тут не получится ничего порционно принимать. Единственное, вот лучше вечером ужин сделать такой вот полноценный, с салатами, с горячим, да, то есть, а на бой курантов там передать, то есть это будут только лёгенькие закуски. Тогда всё будет правильно и хорошо, и мы распределим с вами еду в течение дня, не будет вот этих вот перееданий, то есть это, опять же, мясо, салатики, это у нас будет там, например, в 7, 8, в 9 вечера, как мы это называем, прощаемся со старым на Новым годом, да, там, встречаем мы Новый год, да, это вот закусочки, канапешечки, такие лёгенькие салатики, там чуть-чуть поклевали и ушли подарки распочатывать. Они ещё психологически не созрели для вот этих вот вечерних посиделок с родителями, с вот этой вот ерундой. То есть больше будут капризничать, наверное. Ну да, им лучше вот с утра встать, 1 января, да, там, вас разбудить, вот, скрести кого-то из салата, да, там, и распечатать подарки. Вот, то есть там так надо. И в заключение хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам в первую очередь здоровья, чтобы вы как можно реже обращались к врачам и напомнить, что Новый год – это всё-таки не про алкоголь и не про еду, это всё-таки про семью, про возможность побыть друг с другом, со своими близкими и насладиться этим временем в кругу семьи. Всего вам наилучшего, с наступающим вас Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!